Доброе утро, уважаемые зрители! Проект «Союз Онлайн» начинается у работы в прямом эфире в студии Ирины Пономарёва. В это воскресенье будет отмечаться День Матери. Это отличный повод сказать слова благодарности тем, кто подарил нам жизнь, приготовить какой-то сюрприз, чем-то порадовать. Общество не очень сегодня поддерживает материнство. Гораздо большим уважением пользуются женщины, работающие, чем те, которые посвящают себя семье. А между тем быть мамой – это очень ответственно, трудно и достойно глубокого почтения. С каким проектом, с какими карьерными достижениями сравнится рождение человека в мир? Думаю, не с каким. Род – это такая колоссальная нагрузка и физическая, и психическая. Ну а процесс воспитания, который занимает десятилетия, не предполагает ни отпуска, ни возможности сменить место подвига. Все это, согласитесь, заслуживает благодарности и требует поддержки. Особенно нуждается в укреплении женщина во время родов. Сегодня мы решили поднять весьма спорную, но волнующую многих современных мамочек тему – тему партнерских родов. Слово Марине Гранкиной. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Быть мамой радостно, а трудные вопросы будем решать вместе. Дорогие друзья, в студии Марина Гранкина в эфире рубрика «Мамина радость». Ребенок радост не только мамину, но и папину. И участие отца в воспитании очень важно. Мы посвятили этой теме отдельный выпуск рубрики. А сегодня поговорим о поддержке в один конкретный, но какой важный день – день рождения ребенка. Партнерские роды. Еще недавно это было просто немыслимо, но все больше роддомов допускают такую практику. Поговорим об этом с врачом-акушером-гинекологом Львом Брышко. Лев, здравствуйте. Здравствуйте. Как реагирует папа? В обморок не падает? Замечательно реагирует. Кто-то падает, кто-то более стойкий. Всех поднимаем, ничего страшного. Давайте послушаем впечатления молодого отца и будущего доктора, мужа моей коллеги Варвары Антроповой Алексея. На партнерские роды я пошел потому, что я как человек близкий к медицине. Я учусь на шестом курсе педиатрического факультета, медбратом работаю. Я понимаю, что медицинский персонал, который участвует в родовоспоможении, он когда видит человека, кроме роженицы еще в родзале, он немножко напрягается, и он сделает максимально все более внимательнее, чем если бы не было постороннего человека. То есть в этом плюс. Еще вот в стародавние времена были повивальные бабки. Они не отходили от роженицы. То есть они всегда воду подать, помочь. Если она падает, подхватить. То есть сейчас при нынешнем состоянии медицины, чисто физически, акушерка, она не может постоянно быть с рожающей женщиной, потому что не только она рожает, но еще и в соседнем зале кто-то рожает. А бывают такие ситуации, что женщине нужна помощь. Даже там она упала, или она уже начала рожать, она не может сильно крикнуть, чтобы ее услышали. То есть все равно за руку подержать. Еще эмоционально, когда чувствуется поддержка со стороны близкого человека, в любом случае легче. Поэтому ничего страшного. Абсолютно мужчина стоит сбоку. Он самого страшного ничего не видит. Можно? А женщинам по вашему опыту проще, если супруг присутствует? Женщинам в целом проще. Вопрос заключается в том, что не все женщины готовы пойти на партнерские роды. Кто-то не готов на это пойти по незнанию. Кто-то не готов на это пойти из-за стеснения. Кто-то, к сожалению, из-за непритязательного отношения в самом родильном учреждении. Но в целом женщинам гораздо приятнее, гораздо спокойнее. И психологически комфортнее ощущать поддержку близкого человека. Не обязательно супруга. Это может быть и мама, и сестра, и даже иногда подруга. Иллюстрации к этому вопросу посмотрим, что сказала о партнерских родах Варя Антропова. После первых родов я спросила у своего мужа, где ты был? Я абсолютно не помнила, где он находился. И вообще плохо помнила что-либо. Но вот когда начались вторые роды, я все очень хорошо понимала, оценивала всю ситуацию. И мне он был просто нужен, как воздух. Я очень хорошо помню, как я трясущимися руками ему набрала и сказала, Леша, меня переводят в родовую палату, беги. И он убежал с работы, прибежал. И как мне стало хорошо, когда он просто зашел в родовую, мне казалось, что все. Ну все, ну сейчас точно все будет хорошо. И он был со мной все это время. И его поддержка была очень важна. Именно во вторых родах. И я просто ему очень благодарна за это. Всем ли подходят партнерские роды? Если нет, кому посоветуете? Со стороны женщины или со стороны мужчины? И то, и другое. Ну смотрите, со стороны женщины, я думаю, они подходят буквально всем, если только нету какого-то жесткого психологического барьера, что я должна быть одна, я все сама. Со стороны партнера, опять-таки, если не пугают возможность увидеть женщину в наиболее уязвимом и открытом виде, то никаких проблем. И опять-таки, если не пугает возможность раскрыть свою супругу, с некоторой иной стороны некоторые же ругаются и прочее. Некультурные вещи себе позволяют во время родов. Поэтому партнерские роды – это вариант для достаточно бесстрашных людей. Но итог, исход партнерских родов, он всегда очень интересен, потому что происходит некий катарсис отношений между мужчиной и женщиной. Ну, не обязательно мужчиной, любым другим партнером, который присутствует на родах. Потому что именно в тот момент, когда женщина находится в родах, она абсолютно беспомощна. И когда готов партнер протянуть свою руку помощи и поддержки в этот момент, это абсолютно непередаваемое ощущение для обоих, и впоследствии очень укрепляет отношения в семье. Надо сказать, что в нашей съемочной группе много отцов, которые принимали участие в появлении на свет своих малышей. Один из них, наш звукорежиссер Миша, согласился рассказать о своем опыте в эфире. Я не буду описывать сам процесс рождения, появления ребенка, но могу сказать одно, что когда ребенок рождается, это маленькое чудо действительно. Это огромный всплеск эндорфинов, счастья, это слезы родителей. Это неописуемо, это не передать. Я считаю, что каждый мужчина в силу своей, может быть, какой-то переносимости или непереносимости, по возможности должен присутствовать на родах, потому что поддержка женам, будущим матерям, она просто там необходима. Это колоссальные физические перегрузки, которые отец помогает перенести будущей матери. Лев, спасибо, что пришли к нам в программу. Уверена, ваш опыт поможет многим нашим зрительницам сделать выбор. Быть родителями радостно, а трудные вопросы будем решать вместе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова